так доброго времени суток я тут хотел вас ознакомить с ценами в татарстане кому-то наверное интересно все таки кто в других регионах живет вот в городах почем продается я тут оптимистично подошел например вот картошка появилась новая молодая картошка на кого-то мелкая такая на продажу выставили я как сказал покажу самые оптимистичные потому что видел я до этого за 3-4 дня картошку покрупнее вот я вам для сравнения коробку спичек притащил чтобы видели покрупнее было но цена очень кусалась это кто-то хотел там навариться конкретно видно вот и вчера появился это картошка 50 рублей ну 50 рублей не деньги когда-то говорили 100 рублей не деньги сейчас 50 рублей не деньги так что 50 рублей на радость положим вот если огурцы совсем недорого были там они кривоватые мелковатые один крупный огурец и не вчера замечательный рецепт поведали как самому малосольные огурцы сделать дело в том что у нас огурцы такие свежие продаются по одной цене а малосольные там цена вообще уже кусается бывает запредельно иногда вот оказывается можно человеку самому взять вот мне вчера к огурцам вдобавок подарили головку чеснока вот так скажем метелочку укропа там в подарок все дали и еще самое главное объяснили что достаточно кассы в пакетике пакетики вот содержимый там посыпать это содержимый пакетика там огурцы помытые щепоткой соли щепоткой сахару и вот чеснок внутри нарезать и как стряхивать пакет время от времени два-три часа и вот малосольные огурцы готовы вот как раз это незаменимые кстати вот вместе они неплохо идут в паре эта картошка быстро отварится один из комментаторов у меня зрителей спасибо за активную позицию написал вот это здорово я люблю мелкую картошку она мой вкусная но теперь я буду мелкую покупать мне нравилось что быстро она сваривается вот помидоры они когда появились я помню в прошлом году там четыре помидоринки там жизнь торговцы которые любят деньги больше чем покупателей вот и у нее четыре помидоринки были одна помидоринка не крупные не очень крупные помидоринки тоже были и одна вообще желтая еще не поспела и она запрашивала 250 рублей вот каждая небольшая помидоринка больше 50 рублей стоила получается 65 что ли где-то 60 рублей где-то с копейками 62 рубля вот что вам показать яблоки на яблоки вот они опавшие пока эти не при не не появились не привозят не продают ждут наверно когда они нормально нальются соком и вот мне вот одна знакомая татар который 50 рублей сказала сейчас вот порвать полтинник полтинник да действительно полтинник но довольно довольно изрядно килограмм есть тут даже больше килограмма возможно солнцем они обижены радиации солнечной или как-то обижены эти яблоки но вполне съедобные во всяком случае лучше наверное чуть не не сказал на чукотке на чукотке вообще наверно на марсе когда ты пели на марсе будут яблони цвести на чукотке не цветут вот она марсе собрались сделать так чтобы они цвели ну и редис он выручал он первое время появился и радовал потому что картошки не было огурцов не было почти до практически помидоров не было яблок не было и редиска появилась разного качества и вот здесь я вчера уже две-три головки нам съел и вот здесь на 100 рублей качество вполне хорошее и бывает редиску попорченные горьковатые что-то еще ну вот помидоры забыл я сказать да это вот нежадные тетка одна продавала красный был еще где-то два что ли 32 наверно крупных помидора покрупнее красных там я их съел уже извините не вытерпел вчера это брал и кажется позавчера а это вчера брал вот и сколько она запросила или вчера утром не до обеда не помню в общем и она запросила 180 но я решил не дожимать потихонечку потому что вот эти вот незрелые я говорю они внутри нам зеленые пошел в столовку возвращаясь она говорит ну давай 150 и вот терпение мой друг терпение как говорится у татар говорят сабр лак нэн тэдэ сара алтан значит на дне терпения золото вот видите вот так вот можно и на золото наскрести значит вот вместо 180 150 так вот и сейчас конечно цены будут падать надеюсь качество не будет падать а вначале да ну что еще там у нас вот зелень она сама начала вот вместе с с редиской появился на и сейчас уже салат ее называют зелень зелень да салат салат в лучшем случае за 50 рублей отдавали а сейчас и бесплатно даже покупки совершаешь и тебе в подарок на возьми возьми в подарок вот этот салат отдают что еще там ну само собой там петрушка немножко чуть-чуть появляется ну вот зеленый огород татарстана или как сказать зеленые хотел словосочетание красивые придумать но видно витаминов витаминами еще с утра не зарядился поэтому мозг не хочет выдавать что-то такое все пожалуй наверно вот рассказал я вам если сейчас мысль придет на паузу поставлю то еще что-нибудь сообщу а так пожалуй все наверно солнца солнца нам не хватает здесь татарстане вот он треснул на редис но не гнил солнца не хватает у нас если еще солнца побольше то вообще супер потому что дожди у нас регулярно орошает землю только вот тепла не хватает а в других регионах дождей не хватает так что будем меняться наверно с этими регионами мы им дожди они нам солнца ну на этой такой скоромные шутки позвольте завершить свой видеорепортаж надеюсь это вам интересным оказалось потому что когда в газете работал я цены писал людей интересовало что почем потому что желудок он правит человеком как бы там человек какие инстинкты у него не работали но чувство голда или инстинкт идущие из желудка из брюха его порой бывает превалирующие так что вот значит что вот я ради вас ради вас вот я вчера и ночью не спалось я вышел и не вытерпел несколько штук съел вот огурчики как аппетитно выглядит так что касса я надеюсь хотя бы вот этим советом мы мое видео полезным окажется потому что многие даже даже вот покупают за какие-то деньги довольно ощутимые малосольные огурчики на запах ведутся на улице ну да не просто а вот в чем дело я видел ведре они типа рассола делали поэтому я вчера удивился почему говорю не надо что ли воды оказывается вот они ведрах в рассоле в каком-то сосуде в рассоле держат огурцы люди проходят на запах реагирует этот запах и является своего рода рекламой для проходящих вот сейчас запах так тонкий такой с этим слегка и едва уловимый запах чеснока запах укропа конечно и запах огурцов малосольных да вам трудно мне будет передать это непередаваемый запах конечно так что идите поддерживайте бабушек бабки пусть идут ваших бабкам они нас любовно бабушки пускай обеспечивают самыми вкусными вещами с огорода экологически чистыми потому что в магазине берешь и не знаешь там сколько каких нитратов здесь тоже конечно нитраты кладут но я не думаю что все используют нитраты и красивые помидоры которые продаются приносишь магазине купил где-то приносишь дня два-три они как-то странно портится начинает не вот не в пример другим когда раньше были помидоры там огурцы они как-то советское время помните или наши там с огорода совсем по-другому извините духа испускали а тут некрасиво очень они это что-то в общем если вам это доставит удовольствие конечно вам продемонстрирует как это портится сниму специально но вряд ли это вам настроение прибавит вот и когда я ходил помидоры покупать я даже там с центра из кавказа товарищи были я им сказала вы знаете что вот моей знакомой или подружки сестра родная агрономом работала в тепличном хозяйстве и дала совет замечательный своей сестре там не передала помидоры огурцы сейчас там практически на камнях все растет и нитратов много не то что как раньше на почве на грунте нет даже грунт в теплицах уже исчез и там нитратов довольно большое количество и чтобы их вывести вот она рассказывала что сестра у нее 20 минут выдерживает помидоры и вот ранние огурцы ранние помидоры и вообще цепличные выдерживает по 20 минут в холодной воде и вот товарищ с кавказа мне у меня поинтересовался город кипяченые его нет просто прохладные такой воде сырой 20 минут достаточно поддержать и видимо не все может быть а часть нитратов значительно ли часть уходит в воду вот потому что нитраты они еще как-то организм может свыкся в минимальном количестве их принимать но в большом количестве может быть и отравление и все что угодно но не хотелось бы на такой грустной ноте заканчивать поэтому посему как говорится берите у бабушек которые надеюсь еще в химии были слабенькие подходить спрашивайте бабушка что у тебя был по химии если она скажет троечка смело берите у бабушек все это богатство все спасибо за внимание приятного аппетита вам всем